Дорогие друзья, сегодня 98-я годовщина Октябрьской революции. Все мы учили с вами историю и знаем, как тяжело достались те годы и это время, которое мы с вами прожили. Большинство здесь уже родились и живут после Октябрьской революции. Мы, к сожалению, не были при царизме никто. Те, кто здесь есть, и не видали его, но мы построили социализм и начали действительно жить намного свободнее, намного лучше. Не стало вот такой разницы между богатыми и бедными. Мы смогли в то время учиться бесплатно, бесплатно получать квартиры, бесплатно получать здравоохранение. У нас было бесплатное. Прошли годы. Казалось бы, после Великой Отечественной войны, когда вся страна была разрушена, посмотрите, действительно, ведь падали цены на продукты, падали цены на многое другое, но одновременно с этим строились фабрики и заводы. И ведь вот это-то время уже вытянуто на ваших плечах. Вы ведь его вытягивали, вы строили все это. И действительно, казалось бы, сделали очень многое, но что сделать? 93-й год, и все перевернулось. Не стало того огромного государства, состоящее из 16 союзных республик Советского Союза. И все, все рухнуло. То есть с этим вместе рухнула и промышленность, рухнуло производство. И нам полностью приходится это все восстанавливать. Да, нам сейчас трудно. Трудного много. Может быть, и стали жить мы действительно хуже. Но одновременно с этим, действительно, как сказал Леонид Михайлович, мы стали с вами пассивными. Мы лишний раз не придем, не поможем в том или ином деле. Мы все ждем, что нам кто-то что-то должен. Да нет, мы сейчас живем с вами совершенно в другом государстве. Мы живем. Нехорошо говорить. И вот язык не поворачивается, но это капитализм. А что делать? Если раньше мы говорили, все для народа, все во имя народа. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. То эти слова мы давно уже забыли. И о почете, и о дороге молодым. Потому что молодежь у нас, сейчас, чтобы поступить в институты, нужны деньги. Куда бы ни пошли они, вот говорим, много у нас появилось всяких безобразий. И наркотики, и проституция, и то, и другое. Но, а куда деваться молодежи, если ей негде работать? Негде работать. Хорошо есть в больших городах большие фабрики и заводы. А вот у нас куда деваться молодежи? У нас. А почему бы не сделать бесплатно какие-то мероприятия именно для молодежи? Чтобы они могли. Нет, везде мы сейчас платим. И для стариков, так клубы. И то, какие-то мероприятия некоторые, и то идут за плату. Да, приходится трудно. Но давайте с вами все же доверять и нашему руководству. Ведь они тоже стараются, они, правда, молодые у нас все, но они тоже стараются так, чтобы жил народ. Чтобы как-то лучше становилась жизнь. Посмотрите, ведь в последние годы и город где-то становится красивее и лучше. В этом и наша с вами заслуга. Так давайте же думать о том, что наш с вами труд, это не бестолковый труд. Пускай он незначительный. Пускай он не бросается так сильно в глаза. Но это наша с вами помощь, а она просто необходима. Для того, чтобы мы с вами работали, жили, чтобы учились наши дети. Давайте попробуем все же как-то помогать молодежи, подсказывать им. Ведь мы часто ругаемся и обсуждаем то или иное мероприятие. Вот сделали не так, поступили не так. Обсуждаем. А что сделали мы с вами для того, чтобы это было по-другому. Да, вы скажете, мы старики, нам уже на тот свет пора. Да рано вы собираетесь туда. Туда-то мы сюда попадем, вот обратно не возвращаемся. Так давайте пока мы на земле так жить для земли, для людей. Для людей жить. И вот это вот нам с вами нужно все равно понимать. А не говорить, что старые мы и ничего уже не можем. Да нет, можем. И зависит все это только от нас с вами. И вся наша будущая жизнь зависит от нас с вами. С праздником еще раз. Всего вам самого хорошего. У меня сегодня есть еще одно маленькое мероприятие. Мы с вами постоянно видим вот на всех наших мероприятиях духовой оркестр. Духовой оркестр. Это, как я его зову, пенсионно-пионерский. Правда, пионеров нет, но этим занимаются пенсионеры. Три человека-энтузиаста, которые не знают никаких дней выходных, никаких праздников. Они всегда с нами. Затем, что мне сегодня просто поблагодарить их, сказать им огромное спасибо и вручить им, старшему поколению, грамоты, а детям подарки. АПЛОДИСМЕНТЫ Идите сюда. Иди, 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 иди. Истиняйся. Вот ведь до чего зашел, это Стали. Три, шесть. И, конечно, может быть, мне не совсем удобно говорить, но руководителем этого оркестра человек, который... Я и дома-то его не вижу. Это мой собственный муж, а дома я его вижу только два дня в неделю. Это суббота и воскресенье. Все. Остальное, что, без веков. Кюнин, Кенадий Клавный. Ну, я думаю, что руководитель оркестра и ребятам тоже раздаст небольшие конвертики. Подарки. Ну, вон детский план. Молодец. Еще раз огромное вам спасибо. Товарищи, снова предоставляться Стерлигову Валентину Никифоровичу. Спасибо. Спасибо.